Всем привет! Мы приехали только что из Светофора, из Великого Устюга, где мы сейчас отдыхаем. И мы купили просто невероятное количество каких-то новинок, которые я в Брянске не видела. Первое, что мы купили, мы купили вот такой наборчик косметики детской. Василиса очень давно хотела и стоила она в принципе по магазинам рублей 500. В Светофоре 197, если не ошибаюсь. Василиса в восторге. Здесь полностью есть прописка на русском языке, полностью перевод этикетки на русский язык. Написано о том, что надо обязательно протестировать на небольшом участке кожи. Если идет раздражение, не пользоваться этой косметикой. Снимайте макияж вашим ватным диском, смоченным в теплой воде или с помощью раствора для снятия макияжа. Играть только в присутствии взрослых. В общем, отличный набор. Василиса в восторге. Я как бы как мать тоже в восторге, что у меня ребенок так счастлив. Тут значит у нас в составе блески для губ, помада, тени и еще один блеск для губ. Для этого всего есть аппликаторы вот в такой коробочке. Отличный. Посмотрите, есть ли у вас в городе. И я думаю, что можно брать на подарок даже вот девчонкам, может быть на 8 марта взять. Такая вот удачная у нас покупка. Еще мы купили из неожиданностей таких. Мы купили электрическую плитку фирмы Ампикс. Я давно хотела, сюда мы постоянно привозим электрические плитки, но я давно хотела, чтобы мы не привозили, чтобы она здесь у нас была. Мы ее пока не проверяли, но я надеюсь, что она будет нормальная. Сейчас я, естественно, у меня все упало уже. Так, я вам сейчас покажу, как она выглядит. Она маленькая, она не такая большая, как у нас здесь, которую мы привезли. Но я думаю, для отдыха, для нашего двухнедельного, маленькая, компактненькая. Если она работает, то она будет очень даже ничего для использования. Так она крепенькая. Вот у нее есть ножки в комплекте. Вот пакетик. Есть инструкция по эксплуатации. Производитель, естественно, Китай. Импортер Санкт-Петербург. Так, значит, производитель Китай, импортер Питер. Абсолютно полностью инструкция на русском языке. Есть на английском, есть на русском. Пожалуйста, можете ознакомиться, если вы не знаете, как пользоваться. Ну, будем пробовать. Не знаю, какова, но за 300, по-моему, на рублей. Мне кажется, отличный вариант. Если она рабочая, то прекрасно. Еще наши покупки для дома, естественно. Так, получится слегка мешанина. Для дома мы купили 8 рулонов туалетной бумаги, чтобы надолго с запасом. Стоит она, по-моему, в районе 80 рублей. В общем, 10 рублей рулон. Это обычная, по-моему, туалетная бумага, которую все, по-моему, покупают в светофоре. Я купила себе жидкость для снятия лака, укрепляющая Pure Care. Называется укрепление и защита, масло Макадамии, комплексный уход. Не знаю, как комплексный уход. Мне главное, чтобы снимал жидкость для снятия, ой, снимал лак. Еще мы купили брату Cabernet Sauvignon красное сухое, крымское вино. Вот такое бутылочку, 202 или 203 рубля стоит. Не знаю, каково, но я надеюсь, что, ну, как минимум, неплохое. Купили сгущенку, продукт сгущенный, супер, цена. Производитель, вот так вот она выглядит, сразу покажу вам. Абсолютно подделка под Рогачев идет, то есть даже вот эта ленточка Рогачевская. Производитель НМК Воронежская область. Не знаю, такого производителя. Ну, мне кажется, сгущенка, в принципе, она, если ее, ну, ты не гурман, прям, сгущенки, она, мне кажется, и лапает сгущенка. У нас как в дурдоме. Только начинаешь что-то снимать, начинается за кадром какое-то буйное действие. Один начинает скребать дверь, другой начинает кидаться посуду, ребенок начинает орать. Это вообще что-то с чем-то. Пока все это разгонишь. Так что на заднем плане нормальные такие звуки. Если они включатся еще в бензопилу, будет вообще хорошо. Так, купили 600 грамм творога, гармония 5-процентного, по-моему, около 120 рублей, но точно так же, как и в магазинах, не особо экономии я не увидела. К слову, купили сок опять, купили, теперь купили 3 литра, 3 упаковки. Нам он понравился, абсолютно нормальный сок, то есть кто вот такой увидит, может спокойно брать, хороший сок. Вообще, не аллергии, никаких последствий, на вкус хороший, поэтому берите, не пожалеете, производитель у нас здесь, Господи, Саратовская область, город Вольск. Нормальный такой сок? Ну, совершенно обычный. Купили для Василисы прописи с наклейками 3 кота. Мне понравилось, у нее много прописи всяких, я вам давно показывала, что мы покупаем. Мне понравилось, что здесь нарисовано конкретно, как вот выводить цифру. Вот если она этим займется, у нее будет это получаться, то будет очень отлично и герой знакомый, качество бумаги хорошее, вообще хорошая, качественная такая раскраска с наклеечками и очень хорошие вот эти вот медзадания, если вот она будет этим заниматься, то я думаю, что отличное пособие. Купили ей набор фломастеров базик. Тут не написано, что они, конечно, стирываются быстро, но они пишут хорошо, яркие. Мы попробовали уже в машине, в принципе, купили как раз для того, чтобы она рисовала в машине, потому что в машине ей было очень скучно. И купили фломастеры, купили ей блокнотик, чтобы она в нем рисовала. Обычный фломастер, кстати, стоит 20 рублей. Мне кажется, можно на прозапас купить даже несколько пачек, потому что за 20 рублей, по-моему, даже в фикс-прайсе нет. Еще мы купили вот такую игрушку-домик, тоже из новиночек. Я раньше там не видела такой игрушки. Называется «Домик для гномика». Вот такие тут запчастюльки. Мы еще, естественно, его не собирали. Гномиков тут, по-моему, нету, но главное, что есть домик. Там есть кого селить. Производитель «Татарстан Зеленодольск». Конструктор «Домики для гномиков». Материал игры «Пластмасса». Количество, что тут, чего, к чему, должен получиться вот такой вот отличный домик. Если там будут открываться дверки, это будет вообще... Ну, я так понимаю, что это плачет, немножко вижу, не знаю, открывается. По-моему, открывается. То ребенку, конечно, это будет очень нравится, потому что маленьких игрушечек у нас много. И тем будет избушка. И ребенок, я думаю, будет очень доволен. Она тоже недорогая. Не помню сколько, в районе 200 рублей. Еще я купила, вот с этим я, наверное, прогадала, но не знаю. Крем для рук «Чистая линия» появился. Потому что крем для рук «Чистая линия» в принципе меня полностью устраивает. Особенно мне нравится «Чистая линия СОС». Она очень редко бывает в магазинах. Если вы будете видеть, обязательно покупайте. Очень классный крем. Обычный вот такой, большая банка. Дороговато стоит, там 90 рублей. Ну, я думаю, что она долго хватит. 250 миллилитров. Не знаю, на сколько хватит. Ну, взяли. Так, вот такие деревенские гренки мы брали в прошлый раз. Нам очень понравились. Они из натурального хлеба со вкусом чеснока. Большая пачка, 30 с чем-то рублей. И так погрызть очень классно. А вот другие гренки, если вы посмотрите, обязательно будут все ссылочки. Другие гренки шашлычные. Вот их вообще не берите. Они какие-то искусственные, клейкие. И вообще не из хлеба. Вот эти хорошие. Нам понравилось. Мы взяли две упаковки. Мы взяли, так как мы находимся в деревне, на природе, мы взяли жидкость для розжига. Стоит она около 30 рублей. Большая упаковка. И я думаю, она нам пригодится. Ну, я не знаю, сколько в магазине, но просто там была. Почему не взять? Вот такие покупки сегодня мы совершили. Забыла самое главное. Еще мы взяли бутылку, старый мельник пива. Мы взяли 6 бутылок. Стоит одна бутылка 70 рублей. Не знаю, как старый мельник. Вот, опять же, если вы будете смотреть предыдущее видео о покупках в светофоре Великий Устюг, мы до этого брали жигулевское пиво. Оно отвратительное. Его никогда не покупать. Оно невкусное, с каким-то жутким вообще привкусом. Ужасное просто. Я не рекомендую. Старый мельник, не знаю, посмотрим. На этом покупочки сегодняшние в светофоре у нас завершились. Еще, наверное, раз мы уже здесь не поедем в светофор. Но много полезного. Чек был в районе 2000 рублей, наверное, у нас получился. Всем спасибо за просмотр. Нажимайте колокольчик. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Всех буду рада видеть в следующих видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok